Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и мы сейчас посетим с вами парк Патриотов в городе Воронеж. Парк насчитывает не одно десятилетие своего существования. Еще в довоенное время здесь была лиственная роща. После войны этот зеленый оазис получил название парк строителей. Техники здесь представлены, я бы не сказал, что очень много. Но есть на что посмотреть. Есть экспонаты настоящие. Но зато здесь люди любят гулять в любую погоду. Независимо дождь, слякоть, грязь или как сейчас пасмурная погода. Сюда приходят и дети, и взрослые, и даже дедушки. В начале 60-х годов здесь были перезахоронены 326 солдатов и офицеров. Имена их все известны. Фамилии погибших можно прочитать на двух мемориальных стендах из красного гранита. Также здесь находится вечный огонь и братская могила, где захоронены люди, сражавшие во Вторую мировую войну. После появления братской могилы было принято решение о переименовании в парк патриотов. На территории этого парка расположен музей Диорамы, где мы обязательно покупаем и посмотрим историю. В 1989 году было принято решение о строительстве музея Диорамы. Внутри на втором этаже действительно имеется диорама боев за Воронеж. И с течением времени экспозиция Центра патриотического воспитания постепенно увеличивается. Сейчас там можно наблюдать артефакты, рассказывающие о военном прошлом России и истории Воронежской области. Большая часть экспонатов была передана ветеранам, членам их семей, а также частным коллекционерам. Вся атмосфера парка проникнута идеей патриотизма и гордостью за Родину. Техника здесь представлена настоящая. А также почему-то детям очень нравится Катюша. Они любят по ней лазить, прыгать, скакать. Это их веселит и очень радует. На центральной площадке парка установлена военная техника времени Великой Отечественной войны. Танки, бронемашины, артиллерийские орудия, а также настоящий вертолет. За моей спиной находится стела. Ее установили в честь присвоения города воинской славы. Но жалко то, что нашему городу не дают звание героя. Вокруг этой стелы находятся четыре куба. На каждом кубе находятся свитки, где представлена история Воронежа. На площадке, около нее, можно ознакомиться с некоторыми моментами истории Воронежа. Они записаны на символических свитках из бронзы, размещенных на четырех гранитных тумбах. Там можно ознакомиться с главными памятниками Воронежа и историческими фактами с каждой стороны. Особенно будет познавательной для гостей города и молодого поколения. За стелой находится вечный огонь, как память о погибших бойцах в годы Великой Отечественной войны. Недавно здесь была сделана эта аллея славы. Здесь представлены бюсты героев, сражавшихся за наш великий город Воронеж. В 2016 году в парке появилась аллея героев. На постаментах из гранита бронзовые бюсты воронежцам, 12 героев Советского Союза и трем кавалерам Ордена Славы, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Парк патриотов является одним из самых посещаемых в городе. Здесь оборудованы асфальтированные дорожки и скамейки. Мандолин не обходит это место стороной, и люди не от далекого ума прикладывают здесь силушку свою богатырскую на этих лавочек, ломают их зачем-то. Чуть глубже в парке установлена детская площадка. Также здесь имеется эстрада, которая в летнее время используется по назначению. Сцена в этом парке всегда меня удивляет. Для чего она здесь сделана, я никогда не пойму. Когда я в этот парк прихожу, здесь нету впереди лавочек, как мы привыкли видеть. Здесь просто пустота, а лавочки находятся вообще с правой стороны, вы представляете? Ну как же так можно делать? Посмотрите, я зритель. Сцена находится с левой стороны от меня. Ну что я там могу увидеть? Подскажите мне, пожалуйста. Территория парка постепенно облагораживается. Здесь высаживают новые молодые деревья. Этот парк постоянно обновляется новыми деревьями. И деревья называют в честь погибших бойцов. Судя по наличию фонарей, подразумевается вечернее освещение. Имеются вполне приличные лавочки. Воронеж стал третьим городом после Сталинграда и Севастополя по длительности боев. И вторым городом в Советском Союзе, в котором линия фронта прошла через город. Один из современных памятников установлен в парке Патриотов. Он посвящается бойцам спецподразделений. Поэтому надо помнить и чтить память о героях, сражавшихся за Воронеж. В целом посещение парка Патриотов вызывает гордость за наше прошлое. За тех, кто смог подарить нам наше будущее. Я считаю, что такие места очень важны для исторического воспитания подрастающего поколения. Всем, кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут Дядя Митя. И всем удачи и пока!